Я хочу оставить отзыв о Яне Корниловой. С Яной ты нащупываешь такую незыблемую нить и такую позицию, когда наконец-то ты можешь выстроить самого себя заново. Яна это такое сокровище, которое дает тебе полноту самого себя, то есть она возвращает тебе самого себя. И с этого момента все переворачивается. Ключевое в Яне это ее правда самой себе, то есть она это знает, она прожила, и она делится этим, как будто бы зажигая в тебе какой-то огонек. Это очень-очень ценно, и этому нет аналогов вообще. Яна показала, что вот эта вот надежда на чудо, она может случиться только вот в мыслях. И чем дольше ты кормишь вот эти мысли, тем более тяжелым будет падение. Одним из инструментов, которые Яна дает, это была правда самому себе. Это очень болезненно. Поэтому только вот разодрав вот эту скорлупу, только вылезть, вот когда ты вылазишь из этого, ты можешь ощутить, что да, вот эта вот, эта шкура, которая осталась, это вот эта куча, которая была напластованием представлений. Это было замыливание, когда я прячусь, я не хочу видеть правды. И только когда ты вылазишь из этого, ты начинаешь освобождаться. Я сущностный, я это одинность, и я включенный в мир, включенный в ментал, взаимодействие, да, излучение себя и получение этих сигналов, да, с которыми ты взаимодействуешь. То есть это настолько глубоко, и когда я искала и смотрела, как работает механизм счастья, да, получения этого счастья, то всегда, как это сказать, начиналось за здравие, заканчивалось за упокой. Яна говорит очень четко, всегда аналогии стопроцентные, они всегда на повал. Ослик и морковка, ты вечно идешь за идеей, и она никогда не будет достигнута. Только разворот к себе и будет этим, этой твердой поверхностью, на которую ты можешь опереться и будешь начинать влазить из этого болота. Этому надо учиться, и надо хотеть этого. И я хочу сказать, что знание Яны это универсальное знание. Это как, я бы сказала, что это какая-то такая формула, которая без любого изъяна ложится абсолютно на все сферы, потому что эта формула и есть человек. Эта формула и есть сознание, и именно из-за этого все так раскрывается. Я это испытала тогда, когда мне стали приходить осознавания в сфере преподавания языков. И именно на этом я могу объяснить, вот как это работает. То есть, если мы берем обычную таблицу времен, которая состоит из лечеек, то это то, что человек уже синтезировал из разных кусочков, из разных ситуаций и представил это ментально. И что делает информационное поле? Оно предлагает эту информацию для того, чтобы человек влез в нее или напялил ее на себя, но человека там нет. И я увидела, как только то, что встает на одну базу с человеком, там, где есть изначальность себя, только это даст какой-то отклик, только это даст вот именно вот эту, как это сказать, смазку, которая заставит вот это постепенно двигаться. И я вижу это на своих учениках, потому что, когда человек встает на свое место и понимает, что какую-то информацию он не вспомнит, он начинает концентрироваться, он начинает охватывать только себя самого. И это правданный момент. И в языке язык является таким инструментом, который очень-очень плотно, он вшит в самого человека. То есть это и есть вот эта вот связка между я сущностный и я как личность, которая взаимодействует. И если от этого не отталкиваться, то изучение языка как некого посредника, оно станет мукой. Это то, с чем я сталкивалась, как я страдала, как я не могла впихнуть в это себя. И как начинала звучать какая-то кривда, когда я доносила эту таблицу до других. Эти нюансы, они начинают множиться в геометрической прогрессии, и человек вываливается уже в информацию, он вываливается и закручивается. И когда он попадает в реальную ситуацию, то наваливается ужас и осознавание того, что меня ведь не было там. Это касается абсолютно всего. Я привела пример в сфере английского языка. Но это сама жизнь, это все. То есть не учитывать себя настоящего, это просто крах, это предательство. У Яны, опять же, нет ни одного, ни одного лишнего слова. Я просто, ну, я просто поражаюсь. Я вижу такое впервые. Я вижу, и я это чувствую. То есть это не просто какие-то такие вещи, о которых можно поговорить, ну, так как бы проявить досужий интерес, нравится мне это или нет. Это вся жизнь, и это сам механизм. Вот еще раз. Яни, язык Янина подачи, она и это демонстрирует. Вчитывайтесь в эти тексты, смотрите, какие там формы, какие, что означает, да, что Яна не совсем обычным языком выражается. И это надо, это очень способствует тому, чтобы человек получил правильное ощущение из себя. Когда начнется сенсорное развлечение, когда Я здесь, когда Я есть это, когда Я само присутствие, бытие, и когда Я увлечен. И в английском языке для этого есть определенные глаголы, определенные формы, между которыми есть четкая такая градация, точно так же, как есть спектр ощущений в плюс и в минус, но посередине есть некий нейтрал. То есть весь спектр ощущений, которые Яна развивает в своем водительстве, все, что она говорит касательно ощущения баланса, это все свойственно человеку. Это свойственно не только русскоговорящему человеку, но и иностранцу, потому что суть есть одно, я устроена так, и получается, что по образу и подобию. Потом выясняется, что Яна показала универсальную в целом систему, вот этот вот какой-то абсолютно уникальный механизм того, каким образом человек выражает себя. Человек, когда он взаимодействует с внешним миром, и он находится на территории личности, человеку свойственно начать одушевлять какие-то предметы, говорить от их лица, не строить их картину мира. А у Яны, вот это, когда человек проверяет сам собой все под водительством Яны, то ты понимаешь, что язык жестов, он не просто так. И вот как говорят психологи, вот глазами, если туда смотрят, значит все, это теория. Яна рассказывает, и когда это становится не просто каким-то знанием, когда ты поставил галочку, но это становится, это входит в тебя, потому что оно согласовано, потому что ты такой и есть. Действительно, есть некая карта, карта ощущений и карта присутствия человека по моменту. Я могу сказать, что мне до сих пор вот приходит, приходит много разных аналогий, и меня это очень радует, меня это удивляет. Я не шла к Яне для того, чтобы у меня был какой-то прогресс в профессии. Я просто шла, потому что я чувствовала, что здесь есть вот это звучание, эталонное звучание, как камертон, потому что это очень вкратчивый, очень правдивый источник, точно так же, как голос правды, голос сути внутри тебя никогда не будет кричать и говорить, зазывать, иди сюда, здесь очень хорошо, никогда такого не будет. И сейчас волшебство удивительным образом происходит в том, что я начинаю видеть связи, то, что любые сферы абсолютно подчиняются этим законам, потому что Яна и рассказывает, и транслирует собой то, чем является человек, каким он может быть. Это меня очень сблизило с самой собой. Есть что-то незыблемое, которое тебя ведет, это водительство себя, это перерастает в то, что Яна как будто бы помогает твоим собственным ногам вырасти, окрепнуть, как будто мама, которая ведет за ручки. Яна – это лучшее, что случилось. Это единственное, что случилось со мной, что затронуло меня за всю мою жизнь. Это очень сокровенно, это очень ценно. Если бы не встретила Яну, то мое основное жилище – это были бы картинки, представления, интересности и все дальше уход от самой себя. Если бы я не встретила Яну, то моя профессия никогда бы не раскрылась мне с такой стороны, что именно через нее я могу быть и оставаться правдивой и транслировать в своей сфере эту камертонность, да, вот этого состояния, когда все должно начинаться с самого человека. Конечно, взаимодействие с людьми бывает абсолютно разное, но на этом уровне, когда ты ощущаешь все-таки себя, и когда ты транслируешь просто еще раз, как бы перекладывая вот эти вот узоры, да, для самого себя, но учитывая условия, да, что перед тобой находится другой человек, то все равно это начинается какое-то многомерное присутствие, которое все равно делает тебя полным, которое все равно показывает тебе, что ты есть правда, что ты делаешь не какой-то такой процесс, который имитирует, который является папье-маше, да, вот этой пустышкой, изображением деятельности, но это делает любую деятельность наполненной. Яна, ее трансляция, ее ключи – это первая помощь, это такая кислородная маска при отравлении менталом, это то отвезвляющее действие, которое способно человека вывести из этого транса, из этого коматоза, и поэтому обязанность человека как можно скорее дать себе вот этого свежего, чистого состояния. Это очень глубокое соприкосновение, я не могу даже подобрать эти слова, то есть это состояние себя, да, состояние себя как дома. Я стала ощущать свою ценность, мне не страшно говорить на камеру, для меня теперь нет разницы между обычной деятельностью и работой, это просто жизнь и это огромная радость к способности транслировать, слышать правду в своем голосе. Это такое состояние, когда ты богатый, когда тебе самим собой не скучно, когда ты знаешь, что жизнь – это не какое-то приключение только со знаком плюс, и что бдительность и намерение – это именно то, что делает человека живым по моменту. Все открытия, которые со мной происходят, все удивительные наблюдения и способность говорить, вести уроки, транслировать – это все те силы, которые Яна открыла во мне с помощью своего водительства, и это уже совсем другая жизнь. Это ощущение почвы под ногами, это ощущение себя небеспомощной и зависящей от всех обстоятельств, а это взращивание, это где-то огрубевание, то есть Яна взращивает на всех планах. Я очень благодарна за все, за все. Я благодарна за абсолютно любой маленький кусочек подкаста, за любое слово, потому что оно звучит и оно очень сильно откликается. Я благодарю за все, я благодарю за то, что Яна, ты сама являешься жизнью. Это очень теплое, дорогое для меня, и я тебя люблю, я люблю, и я не могу этого выразить до конца. Спасибо тебе. Спасибо.